Чёрный юмор, зловещая тайна, прекрасное описание юноши с золотым сердцем, хотя и не от мира сего, и, конечно же, мастерство автора смешивать разные жанры. Дэну Уэллс, Я не серийный убийца. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я вам расскажу про детектив, который я прочитала в августе. Дэну Уэллс, Я не серийный убийца. И после того, как я это прочитала, я узнала, что это трилогия, которая даётся в подарок. То есть вторую часть, Мистер Монстр, можно получить в подарок, точно так же, как я получила эту часть. Книгу я читала рандомно, по считалочке, как обычно, я выбираю книги по считалочке, и по полкам там всё очень сложно, очень сложный процесс на самом деле. Так вот, на самом деле, эта книга в суперобложке. Если её снять, как мне будет сейчас удобно вам её показывать, она будет просто серенькой книжкой с похожим оформлением. Речь идёт в этой детективе о Джоне Кливере, который очень сильно увлекается серийными убийцами. Он любит читать о серийных убийцах, смотреть фильмы, изучать их. И помимо этого, его мама и её сестра, двойняшка Маргарет, работают в морге, и он им там помогает. Поэтому первую главу вам просто описывают, как бальзамировать человека. Это весьма увлекательная процедура, как я поняла. Что с нами делать после нашей смерти, ребят? Мать Джона очень волнуется по поводу того, что её сын очень сильно затянут, прям очарован этими серийными убийцами. И поэтому он ходит к психологу Доктору Неблину, который мне весь язык очень нравился. Потому что Доктор Неблин — это что-то. Серьёзно, прочитайте, узнаем. В их городе, Клейтоне, появляются серийные убийцы, которые убивают своих жертв, при этом забирая какие-то органы у них. То есть никто не понимает зачем, никто не понимает как, почему, что. И после того, как Джон становится свидетелем одного из таких убийств, я понимаю, что это уже не детектив, а какое-то мистическое происшествие, потому что такого не может случиться в реальной жизни. То есть это смесь детектива и мистики. И Джон знает уже убийцу, и он пытается сам его устранить, то есть убить. Но он себе выработал такие правила, которые не нарушают, потому что боится, что станет сильным убийцей. Он думает, что внутри него живёт какой-то монстр, который жаждет убивать, и которому нравится чувство страха других людей. И он всю книгу пытается с ним бороться, и в конце — ба-бам, ба-бам, не буду говорить, что. В общем, книга читается довольно-таки легко, в ней много всяких понятий о морге, о бальзамировании тела, о серийных убийцах. Вообще, на самом деле, мне очень самой интересна вся тема о серийных убийцах, о том, каков был их мотив и как они убивали. Но я не чувствую в себе того, что я могу стать убийцей, потому что я боюсь комара убить. Серьёзно. Я думаю, что ему больно. Я безумно хочу вторую часть, Мистер Монстр, потому что, господи, хочу продолжение, хочу узнать, как Джон победит ещё кого-нибудь. Поэтому хотите каких-нибудь острых ощущений, потому что иногда мне только-нибудь было читать просто жутко, мне страшно становилось. Я такая, а, отойди, пожалуйста, я тебя боюсь. Но снова и снова это не возвращалось, дочитала очень быстро. Также читайте Дэн Уэллс «Я не серийный убийца». С вами была Аксения Кузнецова. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!